Сначала люди в социальной сети буквально наводнили призывы к участию в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Дважды судимый оппозиционер был задержан в прошлое воскресенье. Его обвиняют в нарушении испытательного срока, который назначают для осужденных условно. Причем пока Алексей Навальный лечился, являться на регистрацию он был не обязан. В чем именно суть претензий к оппозиционеру пояснили в ОФСИН. В течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным АА условия испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию ОФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года по одному разу в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка осужденного Навального АА на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники уголовно-исполнительной инспекции неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Особенно преуспели в призывах участвовать в незаконной акции в поддержку оппозиционера пользователи ТикТока. В этой китайской социальной сети обычно общаются дети и подростки. Первое правило. Оставь паспорт дома. Правило номер два. Масочный режим никто не отменял. Обязательно возьмите с собой молоко. Молоко советуют взять, чтобы промывать глаза в случае применения слезоздачевого газа. Также даются советы, как избежать задержания. На эти призывы уже обратила внимание прокуратура. Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о том, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. В случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ. Особо хочу отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовывать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151 Прим. 2 УК РФ. А еще в ТикТоке стали популярны видео, где пользователи в одежде, напоминающей полицейскую форму, срывают с себя погоны и нашивки. Видео оказалось фейком. Данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Их участники не имеют отношения к органам внутренних дел. Руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан, на несанкционированных акциях, профильным подразделениям Министерства внутренних дел России инициировано проведение доследственной проверки. А что же касается авторов роликов, в ТикТоке, сорвавших погоны, некоторым из них уже пришлось извиниться. Я не хотел вас оскорбить или как-то унизить. И я искренне хочу перед вами извиниться. Дальнейших таких поступков я совершать не буду. Простите меня, пожалуйста. МВД и прокуратура предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а уголовное дело о призывах уже возбудили в Следственном комитете. Сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, в социальных сетях, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января этого года. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за вовлечение через социальные сети и интернет несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Все зависит от призывов. Если просто выйти на улицу, это административная ответственность. Если какие-то определенные действия, которые подпадают под уголовный кодекс, здесь уже, естественно, и статья серьезнее, и наказание серьезнее. И если родители обладают достаточным уважением перед своими детьми, то, конечно, слово отца либо слово матери будет намного весомее, чем слово незнакомых людей, которые призывают людей, как агнцев на заклание. Отреагировали столичные власти. Мэр Собянин напомнил о рисках, связанных с пандемией. Уважаемые горожане, ситуация с коронавирусом в Москве внушает осторожный оптимизм. С пониманием определенных рисков были отменены дистанционные обучения школьников, увеличена до 50% максимальная заполняемость театров и кинозалов. Но, должен сказать, риски остаются крайне серьезными. Мы же видим, как драматически развивается ситуация в европейских странах. Устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения. Больницы, переполненные тяжелобольными людьми. В этих условиях мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но, сделаю акцент, необходимые ограничения, которые введены в городе. Это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли, как можно скорее победить пандемию. Важно для сохранения здоровья и жизни москвичей. На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции, считая ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание. И не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге. Воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. О том, что коронавирус не побежден, напомнила и главный санитарный врач столицы. Когда люди близко, без соблюдения социальной дистанции, которая прописана во всех документах, без масок, потому что на улице масочный режим не предусмотрен, эмоционируя, разговаривая, а мы напоминаем о том, что все-таки коронавирусная инфекция, это инфекция, которая переносится воздушно-капельным путем. Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только-только ушли. Обеспокоен призывами к митингам и губернатор Московской области. Идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января, обращая внимание, что по мнению правоохранительных органов она считается незаконной, несанкционированной, поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей, поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции. Только что на сайте американского посольства опубликовали информацию о времени и месте проведения несанкционированных акций. Разумеется, участие детей и подростков в митингах прежде всего опасаются их родители. В чатах появились советы, как правильно объяснить ребенку, что это небезопасно и незаконно. В родительском сообществе звучат требования вообще запретить тикток. Социальные сети, они всячески нашими детьми манипулируют, чтобы вывести их на улицы, и устроить здесь, как в соседних странах, на Украине и в Белоруссии. На протестах, безусловно, будут провокации и попытки превратить это в кровавые бойни. Если социальные сети раздают детям инструкции, как себя вести, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе. Если речь идет о детях, обращаясь и к политикам, и к детям, не будем их втягивать, не будем трогать, но все-таки это последнее дело манипулировать детьми. Наша задача защитить наших детей, и сейчас большинство родителей объединилось этой идеей. Все призывы к нарушению закона направления в адрес наших детей должны, безусловно, пресекаться. Любопытно, что многие авторы призывов к детям и подросткам появились в тиктоке совсем недавно, зарегистрировали в социальной сети и сразу начали снимать ролики о предстоящей акции. Так что, очевидно, готовится провокация, Роскомнадзор оперативно связался с руководством всех крупных социальных сетей. К утру пятницы, 22 января, социальная сеть Тикток удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия от общего объема выявленной. Вконтакте прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Инстаграм — 17%. Видеохостинг Ютюб прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях. Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. В Кремле действия Роскомнадзора и других ведомств считают абсолютно оправданными. Позиция может быть только одна — в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций, и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей. И площадки, очевидно, используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях. В этом плане, безусловно, абсолютно оправданно звучат предупреждения, например, Роскомнадзора о том, что за подобные действия, естественно, эти социальные сети могут штрафоваться соответствующим образом в соответствии с нашими законами. Сейчас соцсети продолжают удалять призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста. Использовать детей в политических играх недопустимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова